и всем привет и подписчики канала umbrella tech incorporated на связи с вами ваш альберт вески ну а это небольшой такой скромный от меня разбор использования вот этой прекрасный bluetooth гарнитур который я пользуюсь уже полгода идет она вот в таком вот славном кистики то есть она сейчас подключенная к ноутбуку отдельно дополнительно и просто так я записал сейчас небольшое короткое видео где я рассказываю как раз таки вот об этой гарнитурке и заодно продемонстрирую вам разницу звучание почему я все-таки пока предпочитаю вот этот наушник вот этот вот гарнит вот такую гарнитур проводную нежели блютузную да у нее звук тоже относительно неплохой но я объясню почему да честок сначала я надену ну вот как примерно вот так он звучит если подключить его к моему ноутбуку блютуз четвертого поколения у наушника система связи с блютузом пятого поколения возможно из-за этого бывают такие небольшие шумы однако пример опять же у моего блэквэя блютуз пятого поколения и скажу прямо звук качество там великолепно то есть при разговоре по телефону меня все прекрасно слышат все прекрасно понимают вообще никаких помех никто на это не жалуется я каждый раз когда горы с ним по телефону я специально задаю такой вопрос потому что реально хочется узнать действия помнить может кто-то берет но нет никто не жаловался и течение лета я делал пару коротких видео на ютубе они называются шортсы вы слышали меня благодаря не телефону хотя отчасти благодаря его ведь имя него пятый колени блютуза но в первую очередь благодаря вот этому саму наушечку то есть сейчас там стоит у меня очень хороший удобный качество звука который вы сейчас вот и услышите вот дорогие мои наконец-таки купил в себе нормальный вентилятор ой красота-то какая на улице лепота прохладненько гроза грядет я на велосипеде катаюсь ну полнейшая красота красота да и только просто посмотрите на это великолепие это наш парк вот такая вот красота здесь у нас тихо спокойно лишь лесок и никого в округе прошу пар туристов как вы видели ребят звук реально с телефона звучит намного лучше точно так же как вы слышите вот сейчас меня с помощью обычным от моей гарнитуры это все связано с системой блютуза то есть если бы не bluetooth пятого поколения со связи 4 колено моим ноутбуки по сути я бы тогда пользоваться вот этой вещью есть конечно способы как-то можно исправить меру я пробовал подключить специальный такой bluetooth адаптер пятого поколения но он не пошел к сожалению на мой ноутбук к сожалению есть такая вот зараза причем я использовал адаптер проверенного мной производителя возможно это чисто какой-то конфликт интересов моего ноутбука с этим адаптером я потом я еще пока разбираюсь это направлять но все же решил записать как раз таки такой вот обзор и как вы понимаете здесь 2 такая же лежит вот точно такая же гарнитура это если что просто наклейка от меня самого так что не удивляйтесь то есть смотрите гарнитуры они обычно вот в таком вот кейсике ну может и без кейса да я рекомендую в кейсе потому что намного удобнее и компактнее и практичнее плюс здесь же лежат парочка дополнительных наушников из что можете сами настроить так теперь перейдем к разбору что же лежит внутри вот приходит вот в такой вот коробочке всегда гарнитура сама посмотрите вот это хэнд фри гарнитура от компании арси профессиональный bluetooth гарнитуры вот я прямо даже показываю у вас должно быть то есть гарнитуры реально стоящие мне они очень нравятся у меня есть запасная запасной объясню по какой причине они обе рабочие говорю сразу мне благо повезло но я расскажу эту историю чуть позже для начала давайте посмотрим что же у нас здесь я иску очень быстро сейчас скажу так смотрите я ее открыл здесь лежит кейсик с пленочкой специально чтобы не поцарапать хотя смысл они так не царапаются увидим так для красоты кабель и набор стандартных вот таких силиконовых наушников то есть сейчас покажу в чем разница и инструкция инструкция на английском на китайском то есть стандарт то есть ничего особенного вот на примере сейчас это вот кейсика я покажу что чем здесь разница вот здесь вот лежат в кейсе лежат наушнички вот такого формата то есть с приплюснутые а вот тут лежат стандартные вот капсульные такие наушнички то есть выпуклые как видите в чем существенная разница вот такие вот такие вот приплюснутые они не закрывает полностью ваше ухо вашу ушную раковину и вы слышите окружение для меня лично это вообще прекрасно потому что я глух на это ухо то есть слышишь только этим и когда вот я делаю гарнитуру вот на это вот благодаря вот таким вот приплюснутым наушечкам мне очень хорошо слышно то есть слышно все великолепно сама гарнитура включает себя то есть она вот такая гибенькая есть ряд кнопок это уменьшение звука это усилий усиление звука уменьшение звука можно выключить звук в принципе ну если хотите конфиденциальный разговор с кем-то по соседству чтобы вас никто не слышит потому что реально звук очень качественный с телефона как вы сами слышали то есть причем чем ну ладно это плюсах но мы чуть попозже не поговорим есть кнопка вот автономом включения говорю сразу чтобы выключить этот наушник нужно подержать минимум 10 секунд до этой мишка долго но целом нормально привыкнуть можно есть и лет индикатор то есть индикатор зарядки индикатор включения и перейдем наверное к самому такому приятному да и положил а вот она зарядка вот таком комплекте под как вы видели приходит зарядное устройство есть такие вот специальные кабеля как видите с двумя штекерами на юсби сразу говорю ребят в принципе давайте сейчас перейдем сразу наверх ладно это вы только кто же победим дополнительно вот такие кабеля они хороши отцена частично объясню почему вот с моим наушничком так вот это я сейчас уберу достану свой с моим наушничком случилось не так давно когда я только приобрел пытался его зарядить вот таким же капелем он и чуть не расплавился да буквально я подключил вот такой кабель к стандартному юсби адаптеру вот черри ну именно на юсби адаптер то есть манта иду то есть там вообще еще три раза разделяется направление заряда как сами понимаете и он у меня начал греться а индикатор загорелся смесью красного и синего цвета тут и у индикаторов есть два типа свечения синий и красный если горит чисто красный это идет заряд если мигает поочередно синий красный это значит он ищет к чему подключиться если горит синий через интервал в 10 секунд это означает что он подключился но если горит смесь синего и красного одновременно это говорит о том что идет заряд неправильно то есть на полюса вот здесь вот вы можете ну-ка вот ведь сфокусировалась вот видите вот эти вот точечки возле вот здесь вот пальчик показывает это специальные зоны куда подключается вот такое вот устройство вот куда подключается вот эту красота и мне пришлось очень долго немножко подумать ну ладно недолго потому что я понял что если идет заряд неправильно то возможно дело в двух причинах первое это полюса а вторая причина это возможность адаптеров но когда я попробовал второй раз его подпитать рискну всем через ноутбук ситуация случился такая же и я решил что нужно поискать одну мою старую знакомую но киску и зарядку старую докторскую зарядку у которой вместо конечно вот такой же системы зарядки с двумя штепселями был просто один длинный то есть знаете старый nokia когда в них просто вставлял один вот лэд подключать такие длинные короткие штыри металлические ну как от наушников по сути и я просто разрезал по основанию вот прямо у самого кончика вот здесь вот то есть вот видите то есть я отрезал вот у этой usb у этой отрезал вот эту самую старушку смысла мне все равно вот и больше зарядки как бы не было я подумал nokia у меня к сожалению был утоплен родственниками да такое бывает nokia утопленник в чае не рабочий больше вот вы не поверьте но это я про локи сейчас там говорю но как-то умудрились поэтому никому не дайте свои телефоны не знаю что случится с ними даже с nokia не дают полной гарантии хотя вот и дают гарантии до 100 процентов вечности но у меня специфические окружающие условия обитания так вот возвращаемся к на зарядка и я просто их соединил но соединил кабели по-другому вот у этого кабеля и от его благо цвета не одинаковы то есть там два идут кабеля красный и черный и я просто поменял их полярность то есть соединяя кабель я соединил вот отсюда красный с вот этим черным и наоборот черный отсюда с этим красным поменял так сказать полярность подачи потока вот на эти если раньше вот сюда если когда разбирал это не первая такая вот зарядочка то есть как видите у меня таких было зарядок еще две одну я разрезал специально чтобы понять куда что идет потому что думал может быть там куда переклетение шло просто раз уж она не работала нет оказывается что вот сюда идет красные сюда идет черные то есть провода они подсоединены специально то есть они полностью там внутри таких штучек изолированы то есть нет никаких причин чтобы там что-то переклёстывалось из-за этого проходил какое-то замкание нет то есть в этом я убедился на личном курком опте и когда я просто поняла полярность и подключил такой старый nokiav sky зарядочки вот с индикатором я просто подключил запустил и пошел нормальная зарядка но благо ребят я когда не мог зарядить я успешно проверил свой вот этот наушничек мой дорогой наушничек он держит заряд не два часа не 12 часов как там все привыкли не даже не полтора часа как вот эти эрботцы из тюмени он держит заряд минимум двое суток 48 часов 48 часов и это минимальный порог максимальные я слушал с него только чисто музыку на работе но он всегда у меня был подключены к телефону и я смог дотянуть чуть ли не до 3 дней 3 мать вашу дни 72 часа эта штука очень удобная во многом уступает своему конкуренту вот это и и это у нас называется hsp b3 ну стандартное наименование вот этой модели а вот это в 8 стандартный в 8 всем автомобилителям наверное особо известная потому что она часто не используется спросом я восемнадцатом году я приобретал для себе потому что я не люблю проводные особо наушнички там вот примерно на работе или на улице это неудобно свое время и он меня в свое время очень долго устраивал то есть внешний вид у них не отличается о ну разве что только наушечки и форма подключения то есть у этого в 8 вот здесь напрямую зарядка есть вот юсбшная и аккумулятор аккумулятор у него слабее в 8 у меня максимум держался до заряда там до 23 часа это 23 дня то есть размах понимаете как очень но почему все таки я купил запасную запасную купил на тот случай если вдруг что-то случится у меня с этим наушничком я потому что когда читал отзывы о нем многие говорили что он водопровокаемый то есть он не он не водонепроницаемый он воду пропускать но когда я ездил на нем в дожди у нас надо дожди бывают ливни на велосипеде оказалось что он даже очень хорошо защищен от воды то есть по крайней мере в грозу можете спокойно в нем быть не молния вас не ударит ничего с вами не случится с наушником тоже все будет работать прекрасно а главное вас даже в грозу не будет вот нас будет слышно а грозы не будет слышно у него есть хорошая система шумоподавления многие наверно спросят какая дистанция подключения дистанция подключения 10 метров вот у hps b3 я ее просто б3 сокращенно называю потому что мне так удобнее у нее есть станция подключения 10 метров это вполне достаточно если там к примеру удаленки у вас она подключена к ноутбуку как у меня учат б hello noガ слышно но если у вас meso Gabi то что прекрасно вас будет точно так же как вот здесь у меня если же у вас ноутбук vocoำ четвертого поколения как у меня то качество звука вы уже слышали если вы говорите с телефона вас будет слышно великолепно будто вы прямо вот здесь стоите как вы слышите у меня здесь так вы слышите меня с телефоном здесь вы слышали шортсы. Я говорил как раз таки с него. Звук прекрасный, чистый. Чему я очень рад. То есть я сам убедился благодаря YouTube шортсам, что он работает великолепно. Потому что я до конца, пока не испробовал первый шортс, не верил никому, кто мне говорит, что там никаких помех нет. Ну, конечно, есть у этого наушника еще одно преимущество. Он, в отличие от всех остальных, может держать связь сразу с двумя устройствами. То есть и с ноутбуком, и с телефоном. То есть очень удобно. Это очень удобно. И тем самым вы, по сути, можете параллельно слушать музыку и с кем-либо говорить. Реально, это работает. Это работает. То есть будто вы сейчас два человека, ну человек с вами находится, и вы параллельно включили просто ноутбук, и вы слышите друг друга. То есть вы же слышите то и то. Такой же гул возникает, по сути. Но в целом да, это работает. Есть только, наверное, одна придирка вот к такому наушнику. Иногда, если вы находитесь, вот как раз таки у вас наушник подключен и к ноутбуку, и к телефону, у вас идет звук на ноутбуке, возможно, и у вас ноутбук с блютузом четвертого поколения, как у меня, возможно, будет немножко сборить. Потому что нет стабильного соединения с ноутбуком, и наушник будет пытаться, в первую очередь, подключиться к нему, а с телефоном у него будет немножко сбоить. Потому что у него, как бы, он считает, что нормальное соединение так идет, и проблем быть не должно. Но, к сожалению, есть такой небольшой нюанс. Но если вы держите его чисто на связи с телефоном, вообще никаких проблем нет. То есть звук прекрасен. Ладно. Подведем итоги. И давайте же подведем итоги, ребят. Вот здесь сбоку будут появляться как раз так вот эти тезисы, по которым я и оценил этот наушничек. Начнем, наверное, с самого главного тезиса. Батарея Вот для меня, когда я выбирал наушник в марте этого года, когда я еще молел сами знаете, чем, я смотрел, в первую очередь, не на дистанцию, не на шумоподавление, а на батарею. Для меня вот это было самое важное. Потому что меня доставало очень сильно, что я два часа пользуюсь наушничком, и надо его менять или переходить снова на проводные. У этого батарея держит заряд в режиме музыки от 48 часов до 72 часов, а в режиме разговора до 125 часов по заверению продавца, чему, кстати, я готов спокойно довериться, учитывая, что я проверил первый тезис в отношении музыки на практике, да еще и подтвердил его с лихвой. То есть, там минимально показали, что может спокойно там 42 часа держаться в режиме музыки, он у меня продержался до 72 часов спокойно. То есть, за качество уже ручаюсь. Следующее у нас дистанция, то есть, подключается на расстоянии 10 метров к любому блютуз-прибору. И, конечно же, это очень удобно. То есть, если у вас есть ноутбуки блютуз пятого поколения, вы подключаете устройство пятого поколения, и идет прекрасное соединение. То есть, вы слышали какой звук, вы слышали качество, то есть, все очень прекрасно, то есть, стабильно. Третье достоинство, это однозначно шумоподавление. Объясню вкратце здесь, в чем его особенность. Едете вы на велосипеде на большой скорости, вам звонят, вы нажимаете вот на эту кнопочку, вы говорите. Я спрашиваю, слышно ли звук ветра, пока я езжу? Ты что, на велосипеде? Вот такой мне ответ давали, ребята. Не слышно шума ветра. Когда ты едешь на велосипеде, ты, вот, велосипедисты, опытные, как я знаю, то есть, на тебя дует сильный поток ветра. Особенно в жару, он вообще плотный. И, прямо свист такой, гул идет. То есть, все, что сопряжается с ветром, всегда такой гул идет у любого наушника. Этот, его шума подавляет. Не слышно гула ветра. Слышно только тебе. Причем красочно и четко. Я хотел даже записать шортся на велосипеде, но потом подумал, извините, мне шея дороже. Ну, просто рука здесь, наушник здесь, или вон вот здесь, люди впереди. Ну, сами понимаете, я не решил рисковать. Хотя, реально, вообще никто не понимал, что я на велосипеде. То есть, все думали, что я просто в каком-то тихом помещении. То есть, реально, вот настолько качество хорошее, у шумоподавления здесь. На что я очень рад. И, конечно же, вот такие вот кейсики. То есть, если кто не верит, что у меня их реально два, вот здесь. Видите, вот наушничек, я держу второй вот здесь. Вот еще вот этот кейс от второго, моего основного, плюс еще вот V80, кто считает, что вот здесь V80, совершенно вроде. Вот. Как говорится, полный аудит. То есть, кейс с хорошими форматами наушничков, то есть, вы их вставляете, и все прекрасно. Пятое достоинство. Регулировка. То есть, он подойдет под регулировку под любое ухо. Вот это тоже у нас шевелится. Здесь тоже все шевелится. Вы можете его надеть как на левое ухо, так и спокойно на правое. То есть, вот. Ну, я, как говорится, слышу только левым, поэтому мне и флаг в руке, как говорится. Но вы можете его настройки, спокойно. И будете спокойно пользоваться. При желании, можете купить оба и надеть на оба уха. То есть, будет, наверное, забавно, мне кажется. Но нет, реально, это, в принципе, очень удобно. Это хорошая система. И шестое оно будет немножко двояким плюсом. Система зарядки. Вот вот такая система магнитной зарядки это первый плюс. Это плюс. Магнитная зарядка, то есть, вот такие вот крепления у меня... А, вот она упала. Вот такие вот крепления магнитной зарядки, они удобны. То есть, тебе не надо тыкать никуда, вот, не разбалтывать механизмы. То есть, тебе этого не нужно делать, и ты не сломаешь свое устройство. Соединение зарядки. То есть, вот, смотрите, взял, подсоединил, все, готово. Я даже покажу, как идет заряд. У моей импровизированной зарядки, то мало ли кто не верит. Вот так вот взял, подключил, вот, заряд идет. Так, я его сейчас выключу, а то, кстати, когда он включенный, я рекомендую перед зарядкой его выключить. Во. Не знаю, видно, не видно. Во, видно. То есть, вот, видите, они в единой связке. Идет заряд. Вот, когда у вас вот такой нормальный красный цвет, аллилуйя, ваша зарядка нормально работает, и он нормально заряжается. Но если вдруг у вас будет фиолетовый такой оттенок, малиновый, не красный, чистокровный, а именно малиновый, то он возникает следующий минус. Идут в комплекте вот такие провода. Они сами по себе хороши, но из-за того, что они, у них полярность поставлена местами, они не будут заряжать, они будут перегревать. вот именно плату, а перегревается именно плата зарядки. Не сама батарея, из батареи все будет нормально, не переживайте. Но вот перегревается плата, специальная плата, и возможно, что даже расплавится кнопка щелканья вот здесь, как у меня случилось. То есть, она у меня, звук щелканья у меня вот у этого нету, вот у этого он остался, работает нормально, потому что это новый, он вообще не использует. а вот у этого B3 он наоборот как раз-таки немножко уже там расплавился, я его так поставлю на место, чтобы не мешался. и тем самым я не слышу звуку щелканья, но это для меня даже удобнее. Не люблю щелканья, вот эти еще вот, ладно, вот так вот понажимаешь, то есть, я не знаю, слышно или не слышно, а у этого щелканья вообще нет, он просто очень плавно идет и подключается, и мне это даже нравится. Но я не рекомендую перегревать свой наушник таким способом. Просто сделать и как я, сделать вот от такого минуса, который я сейчас озвучил, то есть, в принципе, можно легко избавиться. Просто сделайте себе зарядку из смеси зарядки Nokia и вот этого кабеля, который к вам идет в комплекте. Все. То есть, если даже у вас нет такой зарядки, ее легко купить в любом магазинчике города. Просто скажите, мне нужна зарядка с крупным таким с крупным таким вилкой с индикатором и у которой подключается там к старым телефонам, у которых вход как у наушника. Все, вам сразу ее дадут. То есть, по сути, вот у такой зарядки входит собственный конденсатор потока энергии, тем самым защищает ваш телефон от перегрузки. И вы сможете подключить к любой штепсельной вилке. Вот эту вилку штепсельную вы можете подключить к любой розетке. То есть, все. Идеально. То есть, вы идете на работу, вы подключили, все, готово. и заряжайте. То есть, критичный ли этот минус, что вот провода в комплекте USB-шные они перегревают, я бы не сказал, что это критично. То есть, я быстро вышел из этой ситуации и вуаля. Я пользуюсь полгода. Вот смесью этого с этим. И порой настолько даже увлекаюсь вот это наушником, что я забываю иногда его зарядить. Но, в принципе, я, у меня есть правило. Я каждые двое суток просто оставляю его на ночь. Да и, по сути, я, когда вот веду вечерний стрим, ребят, параллельно вот этот наушник раз-два дня вот стоит вот у меня вон там на зарядочке и лежит себе спокойно, мирно и заряжается. То есть, все буквально прекрасно, хороший, кристально чистый звук. Значит, что у нас еще раз? Это зарядка, дистанция, чистота звука, кейсик, ну и способ зарядки относительно, последний пункт относительно. То есть, вот все достоинства и сколько же мне вот такая красота одна обошлась. Когда я ее покупал, она мне обошлась в тысяч, 1900 рублей. Я покупал по скидке, ребят, я покупал по скидочке тогда. Стоит ли она своих денег? Стоит, ребят. Очень даже стоит. Я смотрел вот на Алиэкспрессе того сейчас производителя, есть он или нет. Но на момент, когда в последний раз я его смотрел, у него уже запас кончился. Возможно, если он есть, то я ссылочку на него укажу в описании. Также я укажу на еще на магазины, где продается точно такой же наушник. Чтобы вы могли, если что, его заказать и просто наслаждаться свободной жизнью от проводов и старых V8. Все. V8 можете отдавать детям. Спокойно и без упрек. Причем, кстати, вот что скажу. Вот если V8 мне свое время, это 18-й год, то есть сразу учитывайте еще инфляцию, обошелся мне в 600 рублей. Он шел в комплекте вот с таким чехольчиком и у V8 там еще был вот такой вот специальный наушничек, который вот сюда подключался и можно было бы в два уха, но мне смысла особо нет. То есть все. А у B3 HSP B3 вот у него спокойный хороший кейс помещается спокойно в карман или куда-нибудь еще. Если нужно снять, просто взяли, сняли, положили, то есть кейс безопасности лежит там все у него внутри кейси, кейсики. Все просто прекрасно. То есть я доволен. если говорить вот за все эти полгода использования вот этой штуки, я скажу прямо, ребят, это идеальный наушник. Тюмельцы, идите в сторону, вот, что вас спокойно ставят на место. И дешево, в отличие от ваших наушничков кейсики, которые нужно подзаряжать по нескольку раз. Я реально говорю, я нет, я город за отечественных разработчиков, но извините, вот существует вот такая вещь, хотите быть лучшими, сделайте лучше. Это Китай. Это Китай, мать вашу. Вот настолько все хвалят вот эти вот тюменцев, я говорю, я хвалю вот это. За качество звука с телефона, за дистанцию, за кейсик, за способ зарядочки и главное за батарею. Без зарядки в режиме разговора 125 часов, а то я, может, и дольше не проверял. Я в том, что люблю музыку слушать, вы знаете, я обожаю музыку, особенно из резидента. И если слушать только музыку, от 48 до 72 часов. Вот решайте, что лучше. Как по мне, батарея ключевая. А, да, не забыл сказать. Звук. Ну, стандартно он везде уже качественный, но он кристально чистый. Хотя, в принципе, можно прописать и, вот, как говорится, и звук сюда, и звук сюда. То есть, и слышно прекрасно чисто, и звук. Тебя слышно прекрасно чисто. Все великолепно. Вот моя оценка. Моя оценка вот этой гарнитуры. Что ж, ребят, надеюсь, вам понравился сегодняшний разбор гарнитур. Пишем ваши вопросы по ней обязательно, если возникают вопросы. Ставим лайки, если вам понравился данный разбор. А также не забудьте подписаться на наш канал, подписаться в группе Дискорде ВКонтакте на Девин Арте. Ссылочки также будут в описании. Ну и, конечно же, ребят, покупаем эту гарнитуру. Проверено на личном опте. Всем рекомендую. Мой рекомендастен, как говорил один Пушкин. Точнее, Птушкин. Что ж, ребят, всем удачи, всем до скорой встречи. Переходим по ссылочкам, выбираем по лучшей цене, потому что все ссылки, которые я оставлю в описании к магазину по этим наушникам, то есть, это реально тот самый наушник, который я приобретал. Возможно, первая ссылка, в любом случае, если у продавца появился такой наушник, будет именно он. То есть, рекомендуется сразу по первой ссылке, но если это не он, я прямо напишу это в комментарии в описании, то выбираем по лучшей сутки и приобретаем. Все будет просто прекрасно. Я гарантирую, моя собственная гарантия. Что ж, всем до скорой встречи. А, да, кстати, о гарантиях. На Алиэкспрессе у всех таких наушничков есть еще специальный гарантий на ремонт. Как вы понимаете, в марте я ее не приобретал, хотя она и стола дешевая. Но мне она не нужна была, по сути, и наушник у меня хорошо сходился. Что ж, всем удачи, всем до скорой встречи и всем пока-пока, еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok